Итак, мы видим, что зайти на сервер довольно просто. Надо знать его адрес, а также логин и пароль. Однако, если вы заходите на сервер довольно часто, например, я делаю это по несколько раз в час, то каждый раз вводить пароль не очень удобно. Есть и другой подход, как объяснить серверу, что вы именно тот, кого можно туда пустить. Он основан на так называемых ключах доступа. Давайте рассмотрим его подробнее. В этом подходе на клиентском компьютере, то есть на вашем компьютере, в папке домашняя директория.сх должно лежать два ключа. публичный и закрытый. На сервере, также в домашней директории, в папке .сх, должен лежать специальный файл, авторизм.кис, в котором должен быть внесен ваш публичный ключ, его содержимое. В этом случае, когда мы логинемся на сервер, то специальная программа в нашем компьютере, помимо логина, отправляет ему еще и публичный ключ. Сервер проверяет, что в списке авторизованных ключей этот ключ есть, и использует его, чтобы зашифровать некоторые сообщения, которые отправляются в ответ на ваш компьютер. Ваш компьютер должен использовать закрытый ключ, чтобы расшифровать сообщение и послать ответ серверу. Если все прошло успешно, и сервер сравнил отправленные и полученные сообщения, то он допустит ваш компьютер к себе. Если же нет, например, у вас нет закрытого ключа, то допуска не произойдет, и соединение прервется. Это сделано для того, чтобы любой человек, знающий ваш публичный ключ, но не знающий закрытого, не смог залогиниться на этот сервер. Итак, посмотрим, какие команды нам понадобятся, чтобы проделать всю эту операцию в терминале. Во-первых, команда создания ключа, ssh kgen. Далее нужно будет сообщить системе, что мы добавили ключ, и специальная программа должна его использовать при соединении с сервером. Для этого нужно выполнить команду ssh add. Далее, чтобы просмотреть публичный ключ, можно использовать любой редактор или просмотрщик, например, cat. А чтобы редактировать список авторизованных ключей на сервере, можно использовать редактор nano. Давайте посмотрим, как это происходит на практике. Итак, начнем с генерации ключей. Программа ssh kgen предлагает нам ввести имя ключа. Если я нажму Enter, то будет использовано имя по умолчанию. Далее, ключ можно зашифровать паролем, но можно нажать Enter и пропустить этот шаг. Все, ключи готовы. Проверим содержимое папки .sh. Там есть публичный ключ и закрытый ключ. Сообщим системе, что мы добавили ключи. Теперь к ним добавлена наша идентификация. Можно открыть публичный ключ. И скопировать его содержимое. Теперь заходим на сервер, уже известный нам командой. Он требует от нас пароль. Вводим его. И открываем файл AfterRest Keys. Сейчас он пустой. Ставим туда наш ключ. Видим, что вся строчка вставилась. Можем сохранить этот файл. Выйдем с сервера и попробуем зайти на него еще раз. Видим, что пароль теперь не требуется. Продолжение следует...